Лезьте в Афганистан, туда же царь нос не совал. Это я попутно просто скажу. Это все надо знать. И знать, где встать. Мне говорят, да это такая махина, патриархия, да как вы можете, голос против, такой. Был один человек такой, перед вами говорит, какой режим. Вы понимаете, перед вами стена, молодой человек, стена-то гнилая, к ней развалится. Кто кому сказал это? Студенту Ульянову Владимиру. И он эти слова в ответ ответил. И так и получилось. Никогда никого не бойся. Бойся потерять истину. Бойся смолодушничать. И у тебя будет все по-другому. Мы рыбу нынче не ловим. А на столе разная рыба. Притом заказы не делали, сама плывет. Ну вы сами видите. Почему? Ее бы не хватило. Но аппетит такой у меня, они и любят. Не хочу. Не потому что у нас скромная, а просто она не хочет действительно. Каждый раз я делю, остается кто? Как раз осталось разделяем на 4 части. Даже надо на 5 разделить. Потому что трое сегодня накрывающих. Вот они стоят. На 6 делить надо. На 7. На 7. На 6. Ну, еще заранее ты не сказала. Вот теперь 6. На 7. На 7. Ну на 7 это я могу ткнуть ложкой еще один раз. Ну так, посмотрите. Просто у меня не нож. Это знаете, один такой же мужик пришел заказывать шапку и принес мерлужку. Знаете, что мерлужка? Ягненок маленький забитый, кучерявый пока он ищет. И шкурка от него, мерлужка называется. Она красивая такая, папахи из них шьют. И он это достал, пришел, который шапки ищет и говорит, можно шапку шить из него? Он посмотрел, можно. Он вышел, обманул меня, наверное, говорит. Он так легко согласился, наверное, можно было две шапки шить. Он вернулся, говорит, я спрошу, не обидься только. А из этой шкурки мерлужки можно шить две шапки? Он говорит, можно. Мужика так это заел, и что-то еще-то я не досмотрел. Там, наверное, где ободрал ножки маленько из этого. И он заказал 8 шапок. Приходит брать шапки, он ему выносит, а они вот такие, как кружка, только кулачок можно сунуть. Он говорит, а что это такое в шапке? Ну, ты же видел, одна мерлужка заказывал, вот, вообще оба тебя сшил тут. Размера никакого не было. Так, значит, смотри да присматривайся. А та шапка на нос, на уши. Я не понял, а что там так много этих печенья-то? А-а-а, вон-ка. Всего одной. Он если закусил, должен доесть пряник. Одним печеньем греченка не хормите. Вы знаете, печенье, мне неудобно говорить это, но оно вредное. Если много, то с кусочком, когда ешь, прикусываешь, когда оно сойдет один, если пряник, у нас норма есть. Почему? Высокие температуры, про это я не знаю, печенье, вот маленькие, которые такие долговатые, ну, обыкновенные. Высокие температуры и что там в них накапливается. Не нами это исследовано. Показывают в интернете, один мужик решил исследовать воду, продают. Больших там сосудов, там, пятилитровые. И он нагружает на тележку и едет в лабораторию. В лабораторию исследуют, все до одного сто процентов ядовитые. Вот и все. Нет таких солей, что необходимо человеку кисить добавки, там, антикогулянты, чтобы не скисалось и прочее. Разные красители, вот колбасу продают, ее нормально нет колбасы. Там такие добавки, ты даже не догадаешься. Стали исследовать, ну, и разгромили там этот колбасный цех. Я не могу точно сказать, это около пяти или десяти тонн, тонн туалетной бумаги раскрошенной. Туалетной бумаги. В Италии, так кажется, исследовали, тоже две или четыре тонны марамарной пыли. И масло, которое вот растительное продают, подмешивали в оливковое масло, техническое масло. Там количество тонн, сейчас не помню, я давно считал. Вот и все. А какую колбасу, где сами готовят, допустим, немцы? Или спрашивают, ну, а от евреев продают кошерную пищу, можно ли покупать? Ну, вопрос. Не можно, а нужно. Но вы знаете, на дне особые молитвы такие читают с этим. Говорят, евреи читают, масоны, чтобы заразить, такую бредню несут. А они проверяют, не на крови ли она, и нет ли там свинины. То есть запрещенное, все. У них проверенная пища. Они любят свой народ. А у нас что угодно стравлют, и сами же это делают. Игрушки покупают. Человеку одному пришла мысль исследовать. А что это за игрушка? Китайские игрушки. Там оказалось яду столько, возбудили уголовное дело. Предприниматель заводчик, который тут же повесился, сюда не дождался. Столько жалоб поступило. У нас еще не понимают, все ядность такая, хватает, берут, покупают. Ты посмотри, китайская, может она специально сделана, ты наденешь на тело, у тебя тело ударями пойдет. Я рекламирую продукцию потеряешьки. Абсолютно чистая пища. Скотина вся благословенная. Пасутся на полях, никакого как для корма. И привезли на железнодорожный вокзал, там их управление где. И они говорят, это ваши привезли мясо? Первый раз, говорит, видим, какой аромат от него идет. Трава, аромат. И не пенится. Оно мясо в полном смысле. Герман Стреллигов умеет рекламировать свой хлеб. Каждая булка 450 рублей. Награбленные обманом добыты миллиарды, сохраняются в целости. Он куда-то убежал. А? Убежал. Куда? За рубеж. Когда? Недавно. А что? Заколотил дом. А? Заколотил дом свой, говорят. И скотину продает. И сам куда-то в короба. А вот он там, там месте такое. Приезжают люди, они сидят, показывают. И вот как готовят хлеб. Вот дрожжи, бездрожжевый хлеб. Дрожжи, это убивает, что-то вообще-то бездрожжевое. Вот как они, ржаная мука, замешивает. Заливает водой через день или через два. Опять. И так раз пять. Что это такое? Это пять раз за хлеб только что приготовить. Пять умножить на десять дней подготовка идет. Когда это было? А вот закваска вредна. Закваска вредна. А почему Господь говорит, в эти дни у вас добудет и пресный хлеб. Дни пресненько. Значит, в остальные дни, в остальные дни с закваской. И царство небесное, подобно женщине, которая взяла три меры муки и положила, что? Закваску. До корня не вскисло все. Все. Всякие лайки, говорят, сдохли собаки. Ты смотри в Евангелие, ты увидишь. Дрожжи благословенные Богом. Так положите вам сзади. Михаил. Только без зелени. Благословенно. Закваска нужна. Но она должна в добром смысле и знать где. Вот придумали. У меня жена приехала, ездила в Ахадемгородок. И там она наслушалась. Она впечатлительная очень приехала. А молоко вредно. Сказали, вредно, больше не получишь. Дошли. Хлеб вредный. Очень легко лечить. Не давать ни кружки хлеба. Я, например, без дрожжевой готовлю так. Мука есть, когда дома никого нет. Воды налил, размешал и на плитке заготовил. Но есть нужно только в следующий день. Это сегодня. Завтра ее уже молотком не разобьешь. Если этой лепешкой кого ударишь, мало не покажется. Ну вот так. Так, а где моя ложка? Все поели? Да. Выкатываемся. Нет, я все. Нет, я все. Нет, я все. Нет, я все. Вот эта, которая идет, желтая. Вот эта, которая идет, желтая. В него входить. Сдать надо. Вровень, так сказать. Глаза косые. Становись. Пошли, говорю. Пошли. Так, Паша, с Ваней вместе рядом не становитесь. Большой Ваня, отойди от него. Вот так, прохладка. После Ильи медленно собираемся, чтобы не развести, чтобы те получили. Аминь. 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 Создатель, посетить нищих сиротов и одиноких. Пошли, им потребно для всей жизни и для будущей. Почему она тебя светит? Может быть не надо? Выключи. Она пожирает энергию и все время светит. Днем. Где она выключается? Покажи. Разберемся. Где? Фонарь. У нас тебе не нужно, все погасло. Так. У нас идет распределение сразу здесь. На разнарядке. Так, иди сюда. Запрос. Биржа труда. Ну, кто нужен? Ну, у меня 6 суток картошки еще не пропутаны. А в прошлый раз я тебе что сказал? Ну, так дети, они махонькие, они что-то могли 2-3. Не надо, не махонькие. Я захватил, дети занимались тем, чем нельзя заниматься, дети, не детское дело. Я сказал, больше не будешь получать детей. Потому что сама находишься в комнате, там шитьем занимаешься. А дети занимаются совершенно большая мужская работа. Притом без присмотра. Это грозит несчастным случаем. Это мне вот сюда вот. Ну, было, нет? Ваня там стоит с этой жужжалкой. А жужжалка-то что такое? Вот косит траву для ребенка-то. Она где заехала, она отлетает, без маски стоит. У тебя эта работа была? Дорогу киркой пробивали там для шланга. У тебя? Да. Все, стой на место. Не проси. Так я взрослых прошу, не детей. А это я тебе говорю, как раз. Каких взрослых? Вот этих вот? Сергей, вот хорошо он даже. Хорошо. Какой Сергей? Вот этот новый, выходи туда. Да. А, дело другое. В детях отказано за нарушение использования рабочей силы. Никита хорошо работает тоже. Так, кого еще хотела? Никита. Михаила хотел, если он смог. Никита никак, он только на пирс сейчас пойдем. Еще кого? А Михаил может еще? Может. Михаил может. Мне не вагар, ну может, пойдет или нет, я не знаю. Ну а кто еще желает? У него свое. Вот так. А остальные все? Стойте на месте, мужчины. Александра вообще никуда не трогать. С Виктором вы уходите к машине. Сразу отойдите в сторону, чтобы я вас не видел. Так, что у меня в наличии остается? Володя. Значит, Никита. Михаил, отойди в сторонку. Так. Здоровый, нет? Вполне. Как вы? Здоровый. Здоровый? Ну вот это моя мама. А остальные здесь займитесь. Кто ими займется, этими детьми? Дайте им работу. Так, отойди-ка от него. Сестры, кто желает взрослой помочь, Надежде Васильевне? По огороду. А старейший работник лагеря. А то все равно, что в лагере, можно сказать. Мы обязаны помочь. И сейчас я ее там в городе оставлял. Даже больше недели. Она была, там важные дела. Приехал, тут заросшая. Она не поправляется. Желающие пойти на огород к ней, просто подойди к ним. Подойди к ним и поговори. Может, кто-то пойдет еще. Тятки есть. Так, теперь поблагодарим сторожей. Спасибо, что он поваров и накрывающих. Поваров и накрывающих. Так, остальные выходите туда. Где мой друг Иван? Где мой Иван-добот? Моя борода Павел. Субтитры подогнал «Симон»